В 2009 году, 22 декабря, Боиматов Зурфкар, уголовный розыск Мирабадского района, позвал по телефону. Идем. Он знал моего сына. Говорит, братишка, идем сюда, дела есть. И мой сын пошел. Когда он пришел, ему заявляют про такое, что он изнасиловал вот этого недостижего 14 лет, 13-летнего парня Улыбека. Он, мой сын, говорит, нет, я не изнасиловал, не было такое. Они говорят, вот свидетели, вот Алишер и Сардор. Он говорит, как же они могут быть свидетелями, они же это родственники. А вот они, тети там, сестер, дети, говорят. А следователь говорит, ну-ка признавайся им путем применения сыр пытками все сделали моему сыну. Чтобы он свою сыну, это, вину признал. Которую не сделанную вину, которую не сделан, признал. Пытки были такими, даже невозможные. Противогаз одели, сжигли, вот так, внутри. Когда ему душно было, он вот так сидел. И когда он сознание потерял, упал, и вот так посадили на стол, снимает противогаз. Пришел себе, бумагу дают, чистый лес. Пиши, что ты изнасиловал 13-летнего ребенка, а то тебе мы. Тогда мой сын рассердился, написал, ах, тебе вот это надо? Я вот этого уголовного русского Байматова, этот, изнасиловал, написал. Они потом, разверенные, вот это, всем эти числа, где-то 20 штук, наверное, уголовного милиции, и начали избить дубинками моего сына по голове, по стопам. Потом, когда он не признал, вот это, иголками под ногтей воткнули, электрическим током зуба сделали, пока он не признавал. Вот здесь у меня документы людей, которых в 2013 году подвергали пыткам. Вот документы Бахтиора Ханазарова. Его пытали в Таштюрьме и в Сергилийской прокуратуре. Отняли спорткомплекс сотрудники СНБ. Сейчас приезжали люди, мать Уматалиева Захида, которого подвергали пыткам в Паркенском РОВД. Сейчас начальник этого РОВД снят, начато расследование. Вот я писала несколько жалоб, требовали, чтобы было расследование. Но Захид, конечно, его, видно, так запугали, потому что еще вчера вечером они соглашались приехать. Но сегодня утром сотрудники прокуратуры уговорили их не ехать к нам, что пообещали, там будут расследовать экспертизу. Только в этом году я насчитала около 8 случаев пыток. Но это было не только такие обращения граждан, а мы и сами проводим расследование. Я вот, например, когда был арестован Илья Проскуряков, когда был такой ажиотаж, что в Ташкенте убивают какие-то маньяки пожилых людей. И вот затем арестовали вот этого парня, он живет на Северо-Востоке. Я просто стала сама расследовать, как все это может быть. И вот Илью Проскурякова обвинили, что он убил свою бабушку. И других также, как будто своих родственников. Но мне кажется, что здесь совсем далеко от истины все. Просто сотрудники милиции так избивали этого Илью признаться в убийстве своей бабушки, что, конечно, под пытками он там уже в бессознательном состоянии написал. И вот когда были следственные эксперименты, я сама лично приезжала на следственные эксперименты, хотя меня там не допускали, но я издалека фотографировала эту группу опер вот этих вот сотрудников милиции. И когда я сказала издалека, Илья, держитесь, говорите правду, говорите, что вы не делали это, не действуйте по указке, а ему сказали, чтобы не слушали урлаевую лему, как-то там меня отстранили подальше. И все ему нашептывали и заставляли Илью показывать, где он там топор. Ну, в общем, все подсказывали по это. Самое страшное, что вот здесь вот работала адвокат Инна Джумаева. И адвокат, видев вот эти вот избиения, видев следы пыток на Илье, она ничего не предпринимала, что должна вот ее, как обязанность была обязательно обратиться в прокуратуру, какие-то жалобы, заявления. Нет, это все умалчивалось. И сейчас вот был суд в октябре, дали человеку 16 лет, а в МВД уже говорят, что поймали этих маньяков, которые убивали столько людей. То есть какие-то такие темные истории. Обращаются и по телефону, и такие консультации. Но вот так, чтобы досконально, не так уж много, потому что люди, в общем-то, боятся. Даже сегодня, зная, что приедете вы, приедет съемочная группа, вот приехали люди Гульнора Ханазарова, которого брата подвергали пыткам, вот она сейчас сидела, все-таки страх переборол ее. Приехала из Паркенского района, Диля у Маталиева, тоже побоялась, потому что, говорит, я, говорит, боюсь за сына, его так пытали, и после этого интервью еще будут пытать. То есть людей так страх этот подавляет, и, конечно, меньше обращаются. Вот как мы и следим по информации, как люди говорят около заведений, этаж тюрьмы, сангорода, пытки есть, они практикуются, они уже столько лет являются таким методом выбивания показаний. Это все есть, и это не уменьшается. Реакция иногда бывает очень даже действенной и быстрой, особенно если я сейчас такую нашла лазеечку, есть телефон доверия МВД, и есть специнспекция по расследованию произвола должностных лиц, телефон 231-3174. Я вот звоню по телефону, обычно там у них нет желания принимать заявки, но я говорю, что сейчас в трубке приставлен диктофон. И если вы дежурный вот этого телефона доверия специнспекции, сейчас отказываетесь, я просто выкладываю в интернет ваш отказ. Нет, нет, говорит Елена Михайловна, мы принимаем заявку о пытках, будут вам письменные эти, и вот я вам показывала, что все равно хоть какие-то расследования были, конечно, окончательных еще нет, но у меня есть фамилии начальников, фамилии пересылочных, вот куда они пересылали следственные, так что хотя бы хоть какие-то документы и материалы я получаю, и это уже есть, у меня собирается материал для сообщения, в комитету ООН по пыткам и международной организации по пыткам. Вот я говорю, написала последнее письмо, письмо было написано президенту, как в прошлом году, в 2012 году, в УВД скончался молодой человек. И вот мне действительно написали подробный ответ, что там было много болезней, и за один день этот человек умер. То есть вот такое может быть. Но документальные свидетельства, но наша прокуратура, и нет никакой, и у президента нет никакой политической воли расследовать следы пыток. То есть все хотят так. И вот даже если здесь вот у Захиту Маталиев, когда вот приехал ко мне, он сказал, что его пытали, что сейчас его должны арестовать, я пробовала вызывать скорую помощь, скорая помощь как бы отказывалась ему проводить здесь даже медобследование, потому что у него были гематомы, все. Но я сейчас сказала, что сейчас я вас сфотографировала, врачи, и сейчас буду все это в интернете за ваш отказ. Нет, они его сразу повезли в больницу, и там ему была оказана помощь, положили его. То есть нужно с таким давлением все это делать. Вот я говорю, такие вот единичные случаи удается зафиксировать. Но вот так вот в общем массово это, конечно, только все строится на сообщениях граждан, на сообщениях родственников. О том, что вот применялись пытки. В первую очередь у них нужно запугать жертву и запугать родственников, чтобы они дальше не продолжали борьбу за вот это вот восстановление своих прав по применению пыток. Затем всякие фальсифицируются документы. Ну, в общем, изощряются на всякую такую ложь, что потом вообще люди обрастают вот такими вот пачками жалоб, но и в итоге тоже очень сложно добиться. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы хотя бы несколько случаев расследовали комитеты вот международные, чтобы вот на таких вот показательных примерах положить к концу вот этому пыточному действию. на следственной стадии практически ко всем, ко всем, вот кто невиновен, применяют пытки, потому что по-другому наши правоохранительные органы не могут обвинить этих людей, и чтобы они написали признательные показания. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ